Среди людей, наиболее известных в этом своеобразном мире, обитателей берега Волги, было у нас в Саратове несколько капитанов, которых за глаза звали капитанами поперечного плавания. От упорок, к которой относится рассказ, их было трое. Василий Азарнов, Митрофан Суланяев и Виктор Мещерский, прозванный за громкую фамилию князем. Суланяев был саратовец, Азарнов из Нижнего, а Мещерский из Балакова. Кто они были, сказать доподлинно нельзя. Сами они говорить об этом не любили, а кто-либо из знававших их мог сказать очень мало. Но было известно, что они выходцы из семей среднего достатка, учение свое начинали в гимназиях или реальных училищах, но затихие успехи и громкое поведение были скоро оттуда исключаемы. Все они были из строгих патриархальных семей, и крутые отцы их, несмотря на слезы и заступничество матерей, повыгоняли их из дому, и где и как они жили до тех пор, пока не выбились в люди, было покрыто непроницаемым мраком. От природы все они были людьми одаренными, но на всех их лежала печать неудержимости и смелости, граничащей с дерзостью. Кто знает, почему они были такими? То ли родились они в страшные грозовые ночи, то ли были зачаты в могучих порывах любви, только были наделены они сердцами и страстями, властвовавшими над всеми доводами их рассудка. Помимо общности судьбы, крепкими узами связывала их и беспредельная любовь к Волге. Не было для них ничего дороже этой реки, которую они любили любовью нежной и самозабвенной. Одно слово «Волга» приводило их в какой-то неведомый трепет. И эта вот не имеющая границ любовь сделала из них то, что не могла сделать школа. Все они стали капитанами пароходов, и громкая слава об их отваге и лихости гремела по всей Волге. Служение ей они начинали с самых малых чинов, и благодаря способностям и уму, одни скорее, другие несколько позднее, проходили службу и дослуживались до капитанов. Пароходов-гладельцы, правда, побаивались их лихости, но полагали, что с годами она пройдет. Однако годы шли, а капитаны, приобретая жизненный опыт, становились только боесмелыми и дерзкими. В конце концов, хозяева начинали все больше побаиваться за свои пароходы, и под всяческими предлогами старались расстаться с такими капитанами. И когда этим волшским орлам жизнь обрубала крылья, им не оставалось ничего другого, как искать пристанище на каком-нибудь пригородном пароходе, принадлежащем обычно купцу третьей линии, совершающем каждодневные рейсы между приволжскими селами и деревнями на 50 верт выше или ниже города, или на переправах, соединяющих губернские и уездные города с селениями и слободами, расположенным на противоположной стороне реки. Отсюда и прозвище капитана поперечного плавания. Прозвище злое и оскорбительное, о котором они знали, но которое никто ни разу не посмел бросить им в глаза. Все, не исключая даже недругов, относились к ним с неподдельным уважением. А команды пароходов любили их за то, что они были опытные и бесстрашные командиры и хоть и строгие к подчиненным, но неподкупно справедливые. Среди этих капитанов наиболее известным был Митрофан Сергеевич Суланяев. Высокого роста, широкоплечий, белокурый красавец лет сорока от роду, с острым взглядом смелых синих глаз. Он носил небольшую русую бородку и лихие, чуть приподнятые усы, придававшие ему сходство со старинными русскими мореходцами, блинным садко богатым гостем, славным Афанасием Никитином, посетившим в давние века далекую и полную чудес страну Индию и другими подобными мербинзонами безвестных морей. Он был быстро в делах и решениях, остр и находчив на слово, приветлив и общителен со всяким. Как и его товарищи Азарнов и Мещерский, он имел не одну медаль за спасение утопающего, а людей, обязанных ему жизнью, было немало. Он всегда был чисто одет, подобран и строг, оставляя о себе впечатление скорее как о командире какого-нибудь военного корабля, чем скромного речного судна. Ум и внутреннее превосходство создали ему ореол, и он пользовался непререкаемым авторитетом, оглавенствуя в среде своих товарищей. Что касается нас, мальчишек, пропадавших и чуть ли не живших на берегу, то эти люди встречали в нас немое обожание и безграничное восхищение. Помню, когда, бывало, они отвечали на наше приветствие, протягивая и пожимая нам руки, или в виде особой ласки любовно дергали нас за вихры, то большего счастья для нас не существовало. Протянет, бывало, Митрофан Сергеевич руку, глянет с улыбкой в глаза, да скажет, «Здорово, будущий капитан!» Но и не находишь себе места, уцепишься обеими руками за его большую добрую руку и не знаешь, какие силы удерживают тебя, чтобы не припасть к ней губами или не прижать ее к готовому вырваться от восторга из груди сердчишку. Это были, конечно, обожания и любовь, неизъяснимая и неизведанная ни до, ни после, любовь без границ и края, та восторженная любовь, которую жизнь дает не каждому. Стояло лето 1900 года. Вода давно спала, Волга бошла в берега, и длинные песчаные косы изрезали ее капризное русло. Был яркий солнечный день. От разукрашенной флагами пристани пароходство-самолет в Нижнем только что отвалил новой розовой, спущенной недавно на воду Сормовским заводом, громадный пассажирский пароход «Лермонтов», направляющийся с хозяином, основным владельцем пароходства, саратовским купцом Некандором Ефремовичем Репьевым и приглашенными гостями в свой первый рейс в Астрахань. Капитаном парохода был метрофан Сергеевич Суланяев. Взяв самый малый груз, и то только в губернские города, красавец «Лермонтов» под приветственные свистки, стоявших у пристани и дебаркадеров пароходов, гордо направился вниз по реке, оставляя за собой в воздухе легкую поводку прозрачного дымка. И надо было так случиться, что в тот же день, почти в одно время с Лермонтовым, от пристани пароходства «Кавказ и Меркурий», также первым рейсом, отваливал белоснежный пароход 1812 год, выстроенный на Коломенском заводе с самарскими купцами «Оржановым» и «Пшеничным». Как и Репьев, эти купцы со своими семьями и гостями поездом на заведенному обычаю также плыли в Астрахань. Капитаном на теплоходе был Мещерский, недавний помощник капитана Усуланяева. В отличие от Лермонтова, 1812 год имел дорогостоящие срочные грузы. Увидев, что Лермонтов отвалил, Мещерский сумел сыграть на ревнивых струнах сердец своих хозяев и, не дожидаясь положенного времени, отвалил и пошел в погоню за Лермонтовым. Мещерский понимал, что пароходу, как бы ни были мощные его машины, не уйти от винтового судна, которое, имея примерно ту же мощность двигателей, могло бы легко догнать и обогнать его. Но на Лермонтове капитаном был Суланяев, с этим нельзя было не считаться. Когда Лермонтов уходил уже за последний выступ длинного Нижегородского плёса, 1812 год только что отвалил от пристани. Суланяев видел это стоя на капитанском мостике парохода. Поняв, что борьба не на живот, а на смерть неминуема, он решил лучше лечь костями, чем уступить врагу и другу. Поручив командование помощнику, он спустился в машинное отделение, где долго говорил с машинной командой, людьми, ведавшими сердцем парохода, от которых во многом, если не исключительно, зависел исход борьбы. «Машина, Митрофан Сергеевич, сам знаешь, нетронутая», сказал машинист. «Но чай, понимаешь, у нас паровая, а там дизель. Чёрт устает против его. Прижмём к конфорте, постараемся, но и сам глядев оба. Вперёд не пускай, потому ежели пустишь, пиши пропало. Тады не догоним, хуже самим колёса крути». «Да это я, Фирсыч, понимаю», отвечал Солоняев. «Ну а раз понимаешь, чего балакать, мы тут постоим, не подгадь этой с лоцманами. Гряди же, не поддадимся Аспиду. Скажи хозяину, что в Астрахани, как придём первыми, ставил команде ведро вина. Не только Фирсыч от хозяина, от себя два поставлю. Только бы Виктору не дать переду». «Ладно, Сергеич», сказал машинист. «Хуже хороший человек, Виктор Михайлович, твой вы ученик, а не сдадимся ему тудыть, твою растудыть», загнул волжское коленце Фирсыч, хряснув для большей убедительности об пол засаленный картуз, который до этого держал в руке. Ободрённый обещаниями человека, от которого во многом зависела победа, Солоняев ушёл на мостик, обдумывая дальнейшие действия. Ему надо было предупредить хозяина получить разрешение и не заходить в мелкие города и слободы, договориться о награде команде в Астрахани на случай победы над 1812 годом. Он дождался, когда Репьёв вышел на палубу, спустился к нему, увёл на корму, где и поведал ему свои сомнения и тревоги. «Ох, Митрофан Сергеевич, придумал ты мне задачу с этой самарской горчицей. Вот не думал, не гадал, что такой случай подойдёт. Ой, мои батюшки, вот удружил. Как же это я перед гостями-то своим буду, а? Раз уж так случилось, то по мне хоть что делай, только чтобы эта самарская сволочь не взяла вверху. И это бы допустить никак невозможно». Всё больше и больше горячился купец. «Обеспечил ты меня, Митрофан Сергеевич. Ну-ну, неужели нельзя было узнать у прохвоста Витька, когда они отваливают, а? А он, стервец, тоже с гонором. Говорил ему, брось эту самарскую горчицу, переходи ко мне, хороший пароход дам». Говорит, «Не могу, слово дал. Подумаешь, кому дал? Ковну самарскому», костил Репьёв своих недругов. Ротговор этот окончился тем, что Репьёв чуть ли не со слезами просил Суланяева делать всё, что он считает нужным, только бы не дать переду в 812 году и не осрамить его, Репьёва, перед гостями. Он обещал три бедра водки команды в Астрахани и щедрые наградные, лишь бы они не уронили его репьёвскую честь. Довольный результатами переговоров, Суланяев объявил команде обещание хозяина и сумел, как и всегда в подобных случаях, передать подчинённым свой пыл и задор в предстоящей борьбе. Сам он чувствовал себя превосходно, руки у него были теперь развязаны. Плёсы от Нижнего до Казани прошли благополучно. 400 верст был позади. Мещерский, видимо, не торопился, а пока только присматривался к новому теплоходу, наблюдая и изучая силу и возможности его машин. Впереди ведь было ещё 1200 верст. Но вот в Васильцурске 812-е догнал Лермонтова, когда тот уже отваливал от пристани, поэтому Чебокцары, равно как и две-три других пристани, Лермонтов, сберегая время, прошёл, не заходя в них. Зато в Казань пароходы пришли ранним утром, почти одновременно. Когда Лермонтов пристал к своей пристани, 812-й год вышел из-за косы, молодецкий развернулся и на полном ходу подошёл к своему дебаркадеру в Бакалдине. Суланяев, стоявший на мостике, глядел на своего врага и вдруг почувствовал, что здесь, на плёсах ниже Казани, Мещерский, видимо, решил дать бой. Тогда, пользуясь тем, что у него не было разгрузки, Суланяев отказался принять приготовленный груз, не позволил Репьёву с гостями съездить в город, дал первый свисток, через две минуты второй, ещё через минуту третий и отвалил от пристани подудивлённые и немного презрительные взгляды вышедшего из рубки 812-го года Мещерского. Сразу же, взяв полный вперёд, Суланяев, обгоняя попутной буксирой, давая отмашку встречным пароходам, летел вниз, старо опять поскорее дойти до плёса у устья косы, где фарватер был узкий с многочисленными отмелями, песчаными косами и перекатами, далеко выходящими в коренную, где Мещерский, он знал, не станет рисковать с обгоном. А что будет дальше там, что Бог даст? Считая, что у него есть часа полтора-два свободного времени, Суланяев ушёл к себе в каюту отдохнуть, приказав при необходимости немедленно вызвать его наверх. Усталость от бессонной ночи и нервного напряжения взяли своё, и он тут же заснул. Однако часа через три он был разбужен прибежавшим матросом, сообщавшим, что Лермонтов прошёл тетюше, а сверху показался восемьсот двенадцатый год. Суланяев вскочил, вылил на голову кувшин воды, оделся и вышел из каюты. Навстречу ему бежал Репьёв. «Сергеич, нагоняйся, тервец-то! Что делать-то будем?» впился он взором в капитана. «Да что-нибудь сделай мне, Кандр Еферимович!» – спокойно отвечал капитан, поднимаясь на мостик. Репьёв, не осылая, следовал за ним. Поднявшись наверх, Суланяев, как опытный полководец, закинул взором предстоящие поля битвы. Положение сразу же показалось ему не из лёгких. Восемьсот двенадцатый год шёл полным ходом, настигая Лермонтова. Суланяев увидел, как, прислоняясь к рубке, стоял Мещерский, наблюдая сокращающееся с каждой минутой расстояние между пароходами, смакуя, видимо, скорую победу и обдумывая последние детали своих действий в предстоящей схватке. Суланяев подошёл к рупору и вызвал машинное отделение. Ему ответил машинист. «Прибавить, Ферсыч, можешь?» спросил капитан. «Могу, Митрофан Сергеевич. Или нагоняет?» «Недалёко». Суланяев слышал, как Ферсыч вырыгался и тут увидел, как из трубы повалил густой чёрный дым. Услышал, как пароход чаще зашумел пылицами и заметно увеличивал без того свой быстрый бег. «Что делать-то будем, Митрофан Сергеевич?» «Что делать-то?» лопотал около капитана Репьёв. «А вот сейчас увидим, не Кандр Ефремович!» спокойно озвучал капитан. «Господь не без милости, чего-нибудь придумаем. А вы бы лучше сели на скамеечку возле рубки, а я уж тут распоряжусь», продолжал Суланяев, обращаясь к хозяину. Тот сначала был послушался и сел, но страх потерпеть поражение, да и азарт, не давали покоя старику. Он то и дело вскакивал, смотрел на несколько отставшего теперь противника, то опять торопливо подходил и вопрошающе глядел на Суланяева. Скоро на далеком плесе открылся Симберск. Суланяев подошел к Репьёву. «Заходить в Симберск, Никандр Ефремович, не буду», сказал он. «Хоть и груз есть, но я не зайду. Сдам на обратном рейсе». «Да какой тут милый заход! Смотри, приятель-то как наседает! Тут не до захода! Пес его знает! Может, он и сам заходить не думает!» «Мимо дьяволу в душу не впрыгнешь!» отвечал Репьёв. На полном ходу Лермонтов прошел Симберск. Было видно, что на теплоходе это произвело некоторое замешательство. Суланяев видел в бинокль, как Мещерский о чем-то говорил стоящему рубке людям, видимо, хозяевам, указывая рукой на уходившего Лермонтова. Пока там шел военный совет, 1812 год перед поворотом к Симберску сбавил ход. Но скоро Суланяев увидел, что теплоход также отказался от захода в губернский город и бросился вперед. На Сингелеевском плёсе 1812 год догнал Лермонтова и разрыв между ними быстро сокращался. Подойдя на требуемое расстояние к беглецу, 1812 год взрывел своей могучей грудью и, штурвально выйдя на мостик с правой стороны теплохода, дал Лермонтову отмашку, указывая, что он должен пропустить обгоняющий его теплоход слева. Суланяев, облокотясь о раму открытого окна капитанской рубки, стоял, не обращая внимания, на сигналы 1812 года. Прошло несколько томительных минут. Теплоход на стикле Лермонтова и шёл почти на недозволенном расстоянии. Тогда с 12-го года раздался повторный, более настойчивый свисток и штурвальный вторично отмахал Лермонтову с правого борта. Ни одна жилка не дрогнула на лице Суланяева, продолжав своего искоса через плечо взглядывать на теплоход. Репьёв, бледный, трясущийся, лопотал какие-то слова, то смотря на каменное застывшее лицо капитана, то выбегая за рубку и глядя на идущий совсем рядом теплоход. Тогда третьим свистком в 1812 год предложил Лермонтову подчиниться, и Мещерский почти насел на беглеца, намереваясь пройти справа, в каком-нибудь десятке сажен, в следствии узкого фарватера, изобивающего здесь длинными и тонкими отмелями. Легко поняв манёвр недруга, Суланяев подпустил теплоход почти рядом, и когда тот предупреждающий тревожно свистя ринулся в обгон, Суланяев спокойным голосом бросил Лоцману. «Ну-ка, Григорьич, подставь ему задницу налево, пусть песочку попробует». Выполняя приказ капитана, Лоцман и штурвальный рядом разом взяли лево руля, следом за этим право и подставили наседавшему теплоходу корму. Мещерский, готовый к любому действию врага, мгновенно сбавил ход, чуть отстал, выждал какое-то время и, точно собравшись новыми силами, дал полный вперёд, опять вплотную подойдя к Лермонтову. Не прекращая, не на минуту тревожных сигналов и отмахивая обгоняемым справа по борту под взорами высыпавших на палубу обоих судов многочисленных гостей, 12-й год вторично попытался обогнать противника. Но тот также спокойно, не отвечая на свистки, подпустил врага и в последнюю минуту опять подставил ему корму, заставляя его во избежание аварии отказаться от своего намерения. Так повторилось три раза и каждый раз 12-й год отступал. За поворотом промелькнули новодевичья, которые оба парохода в азарце борьбы не заметили. Также без внимания остались и другие крупные поселения. При самом входе в узкий самарский плёс капитаны увидели, что его почти весь перекрыл громадный плод, а обогонять его было рискованно. Легко можно было сесть на песчаную россыпь. Поэтому 12-й год, видимо, решил на время отставить свои попытки, отложив их до более удобных мест и резко сбавил ход. Окинув взглядом раскинувшийся перед ним плёс, перегороженный проходящим плотом, Суланяев мгновенно понял, что ждать больше нечего. Такой случай больше не представится. Поэтому, сбавив ход, он предупредил плотовщиков свистками о своём намерении и, подойдя рядом к плоту, стал медленно пробираться вперёд. Капитану бросил Серепьёв. «Митрофан Сергеевич, что делаешь-то? Умели! Новый пароход разбить хочешь, опомнись!» Суланяев презрительно взглянул на хозяина своими синими, ставшими сейчас холодными стальными глазами и, цедя сквозь зубы, ответил. «Мне, Никан Рефремович, честь дороже вашего парохода стоит. Разрешите уж поступить мне, как я считаю нужным. А вы идите лучше к себе в каюту. Я тут без вас управлюсь». Хозяин как-то съёжился, притих, и, найдя, что ответить, отошёл. Мучительно тревожное состояние, охватившее капитана и лоцмана, выславшего даже штурвального к борту парохода, который, поднятый вверх рукой, давал лоцману знать о расстоянии остающимся между пароходом и плотом, продолжалось в то время, пока Лермонтов не прошёл, временами чуть ли не ударяя плитцами окраине челенья плота. Но 1812 год за ним не последовал. На это и рассчитывал Суланяев. И, обойдя плот, Лермонтов как бы оповещал, о своём героическом поступке, оглашая крутые берега показавшихся жигулей приветственными свистками, бросился к Самаре. «Кусаешь, Витенька, губки-то со своим Оржановым!» процедил сквозь зубы усмехаясь Суланяев. «Как не кусать, Митрофан Сергеевич!» восторжен, глядя на своего капитана, почти в один голос ответили лоцм на штурвальный. «При таком деле отгрызёшь совсем!» В Самаре Лермонтов был к вечеру. Большой стоянки здесь не предвиделось. В то время как 12-й год, надо было полагать, не скоро будет выпущено отсюда самарскими купцами, основными поищиками пароходного общества. Без грандиозного обмывания теплохода шампанским тут не обойтись. Это было на руку Суланяева, и он рассчитывал выиграть на этом некоторое, столь дорогое ему время. Дорожа каждой минутой, Суланяев предупредил Лепьёва, что простоит в Самаре только час. А Лепьёв, как на грех, желая, видимо, побахвалиться перед самарскими недругами, решил угостить своих гостей в знаменитом Строковском саду мороженом. Суланяев резко протестовал, но упрямый старик стоял на своём. «Не беспокойся, Митрофан Сергеевич!» отвечал он. «Мы только съездим в сад, покушаем мороженого, выпьем поглоточку шампаней и назад. Нельзя без этого, подумай сам, ты тоже должен с нами ехать». «Смотрите!» как-то угрожающе отвечал Суланяев, наотрез откажавшись ехать с ними. «Не беспокойся, дорогой, за какие-то полчаса управимся. Стриженный девка косы не заплетёт, назад будем!» шутил Лепьёв, идя с гостями к ожидающему при сцене извозчикам. «Немногим более чем за полчаса Суланяев выгрузил умевшийся груз, и, собственно говоря, можно было бы и отчаливать, не дожидаясь условленного часа стоянки. Но надо было ждать хозяина. А он как на грех что-то задержался». Скоро Суланяев уже начал злиться, то есть его посматривая на часы ругая Репьёва. Он прождал ещё минут двадцать. С каждой минутой нервы капитана взвинчивались всё более, и скоро он был похож на дикого зверя, посаженного в клетку. Он ходил крупными шагами по мостику, кляня Репьёва и бросая вокруг свирепые взгляды. Команда притихла, зная, что в такие минуты его лучше не трогать. И вдруг в тот момент, когда он был выведен из терпения недопустимой задержкой Репьёва, острый слух его был поражён первым отвальным свистком 12-го года, стоявшего у дебаркадера выше самолётской пристани. Вся кровь бросилась ему в голову. Что делать? Пустить 12-й год вперёд, значит уж не достать его. Мещерский легко уйдёт от его преследования. Ланяев бросился к рубке. Лоцман и штурвальные были на месте. Они тоже слышали отвальный свисток 12-го года и с тревогой глядели на своего капитана. Что делать, Митрофан Сергеевич? – робко спросил старый Лоцман. Отваливать, – отрезал Суланяев. – А как же без хозяина-то? – Да чёрт с ним, с дураком, – бросил Суланяев. – Пусть не ест мороженое, когда такое дело. – Ах, и орёл-то у нас Митрофан Сергеевич с неподдельным восхищением невольно вырвался устава Лоцман. И похвовать решила всё. Суланяев как бы переродился. Если минуту назад он ещё боролся с собой, не зная, на что решиться, то теперь всё было ясно. Он нарванул звонок машинного отделения. – Ферсич, готово? – Есть, готово, – ответил знакомый голос. Тогда, дав один за другим первый, второй и третий свисток, Лермонтов убрал сходни, принял причальные канаты и стал отваливать от Дебаркада. Когда он уже развернулся по течению, на берегу показались скакавшие извозчичьи пролётки с Репьёвым и его гостями. Соскочив с экипажа, Репьёв бежал по берегу, точно стараясь догнать пароход, что-то кричал, махал палкой и грозил кулаком. Но всё было бесполезно. Туланяев видел всю эту сцену, злоусмехнулся и бросил обращать к Лоцману. – Чёрт с ним, с дураком. Другой раз умнее будет. Тут честь парохода, а он намороженный, как голодная щука, на грязную тряпку набросился. Не ел сроду. – Дурак! Лоцманы шнурвально и молча улыбались на слова капитана и, выровняв пароход, повели его вниз. Оставшиеся на пароходе гости пытались протестовать и заставить капитана вернуться. Да не тут-то было. Суланяев послал их всех к чёрту, ушёл на мостик и приказал матросу никого не пускать наверх. Не останавливаясь ни в Батраках, ни в Сызране, ни в Балакове и Вольске, Лермонтов прилетел в Саратов. Здесь Суланяева ждала разносная телеграмма Репьёва с приказом вернуться. Он мельком взглянул на неё, путём не прочитал, сунул в карманы и, отказавшись от всякой погрузки и выгрузки, высадив непожевавших ехать дальше гостей Репьёва, отвалил, пошёл вниз. Он забежал буквально на 20 минут в Улеши на Нобелевские склады добавить топливо. Золотое, ровное, красный яр, камышин, быковы хутора, всё летело мимо. Ни в один из этих городов и селений Лермонтов не зашёл и безудержно рыбался вперёд и вперёд. Он лишь на минуту забежал в Царицын и то лишь для того, чтобы взять телеграмму, сообщавшую, что 12-й год отвалил от Саратова через 3 часа после того, как Лермонтов ушёл в Улешей. Получив эту утешительную вещь, Суланяев бросился вдальше. Теперь до победы оставалось только 400 верст. Он отлично понимал, что разрыв в 3 часа для такого мощного теплохода, как 12-й год, ничего не значил. Он легко мог достать его, если бы никуда не заходил и шёл только за Лермонтовым. Обойти его здесь на широких низовых плёсах не представлял никакого труда и не было сопряжено ни с каким риском. Но Суланяев рассчитывал, что его союзниками будут здесь жадность владельцев теплохода, гоняющихся за дорогими прочными грузами. Необоримое желание побахвалиться новым теплоходом в каждом городе и уверенность, что теплоход рано или поздно застегнет без лица. И расчёт Суланяева был правильным. Мещерский рвал и металл, и в Дрыске разругался с владельцами теплохода, но пересилить их он не мог. Озловно плюнув в сторону хозяев, бросив теплоход на помощников, он ушёл к себе в каюту, куда приказал матросу принести из буфета водки и кислых щей. И тем не менее Суланяев ни на минуту не покидал капитанского мостика. То есть, делал, подходя к рупору и вызывая Фирсича, или спустившись в машинное отделение, не переставая твердил, «Фирсич, прибавь, дорогой, прибавь! Дай на все конфорты!» И понимавший его старик Фирсич уже не жалел в машину. Он подкручивал, где только можно, всякие гайки и рычаги, выжимая из машины не только то, что она могла дать, но даже и то, на что не решились её создатели. Миновали ещё одни мучительные сутки, и Лермонтов подходил к Астрахани. Он дал долгий приветственный свисток и по протоку Бахтимир подошёл и пришвартовался к дебаркадеру самолётного общества. Тогда Суланяев глубоко вздохнул полной грудью. Немыслимая победа была одержана Лермонтовым. Окончил свой переход от Нижнего из Астрахани первым. Сразу ослабевший от упавшего нервного напряжения, державшего его несколько дней и ночей, Суланяев сел на скамью перед рубкой, расстегнул китель, откинулся к спинке и закрыл глаза. Ему было хорошо. Самолюбие и гордость старого речного волка были удовлетворены. А о предстоящей ругани хозяин он и не думал. Подобные истории бывали у него уже не раз. Если не совсем дурак поймёт, а если нет, так с таким не жалко и расставаться. Думал он, сладко потягиваясь на скамье. Однако хорошее настроение было скоро нарушено подходившим на мостик, поднявшимся на мостик машинистам. «Ты что, Ферсич?» спросил Суланяев, открывая глаза, почувствовав, что кто-то подошёл к нему. «Валовые подшипники поплавились, Митрофан Сергеевич, виноват,» произнёс старый машинист, чувствуя здесь свою личную вину. На минуту лицо капитана обрачилось, но эта налетевшая тучка сошла так же быстро, как и появилась. «Садись, Ферсич, отдыхай, мы с тобой его заслужили. А подшипники поплавились, чёрт с ними, зальём новое. В таком деле об этом думать? Тьфу!» сплюнул он в сторону, любовно с отеческой нежностью, похлопав по потной спине старого машиниста. Здесь же на мостике Суланяев дождался восемьсот двенадцатого года, подвалившего к своему дебаркадеру спустя час после прохода Лермонтова, прихода Лермонтова. Тогда Суланяев встал и пошёл в город дать телеграмму хозяину. Он долго сидел за столиком. Голова у него была мутна, сказывалось напряжение бессильных ночей, дней, и мысли, которые он хотел заложить на бумаге, никак не укладывались в нужные слова. Наконец он написал и сдал в телеграфистке телеграмм, издал в телеграфистке. Телеграмма гласила «Саратов, Соборная улица, собственный дом Никандру Ефрему Черепьёву. Лермонтов прибыл в Астрахань 21 июля 3 часа пополудня. Двенадцатый год пришёл часом позже. Ваше приказание не пропустить теплоход выполнено. Лермонтов поплавил валовые подшипники, поэтому становлюсь на ремонт и заливку. Прибытие Саратов сообщу капитан Митрофан Суланяев». О полученной в Саратове телеграмме Репьёва он не упомянул ни слова, считая, что это дело давнее и сейчас ненужное. Да по правде сказать он и забыл о ней. На другой день была ответная телеграмма Репьёва. «Астрахань, пристань, самолёт, Суланяево». «Подлет!» «Как смел-то уйти и оставить меня на позор этой самарской сволочи!» «Заставил старика как глупенького бежать по берегу, кричать тебе, дураку!» «Неужели не понимал моё положение перед гостями, которого не слушается его капитан? Морду тебе, мерзавцу, набить мало!» «Так и сделал бы! Попадись только мне под руку!» «Спасибо твоему приятелю Ваське Азарнову!» «Такому же негодяю, как и ты, стоявшему рядом на Русинской пристани!» «Селком увёл меня, посадил с гостями на свой пароход и увёз из этого срама в Саратов!» «Ах ты, подлец, подлец!» «Это телеграмма!» «Как опозорил своего хозяина!» «Скажи там, скажи по совести, что с тобой за это и сделать!» «А за то, что не поддался этой сволочи вместе с их Виткой Мещерским, спасибо тебе и команде!» «Так и скажи всем, что хозяин благодарит за службу!» «Пойди в Волжско-Камский банк, получи, как обещал, наградные!» «Я писал туда распоряжение выдать тебе подлецу две тысячи, из них двести тебе я негодяю, помощникам посту двадцать пять, машинисту Фирсычу полтораста, лоцманам посту и по четвертной каждому из команды. А сколько пропьёте, скажешь, отдам, как придёте в Саратов, не кадре в фирму Шрипьёв!» Содержание телеграммы Суваняев тут же объявил команде. Сходил в банк, получил деньги, роздал наградные, и вечером на Лермонтове, которого ещё днём Бухтир отвёл для ремонта ниже пристани и поставил на якоря, в кают-компанию был устроен гулянье. На пир этот был приглашён, конечно, его виновник, капитан двенадцатого года Мещерский, с родственным теплом, встреченный Суланяевым и всей командой. Гулянье окончилось лишь на другой день, часам к двенадцати, когда Мещерского замертво доставили на двенадцатый год, после чего теплоход, приняв на борт спящего мертвецким сном тело своего капитана, отдал третий свисток и поднесу светную бронь хозяев теплохода и протест пассажиров с опозданием почти на полсуток отвалил от дебаркадера. А на другой день отоспавшись Суланяев и Фирсич подобрали артель слесарей и поставив им ведро вина, скоро договорились о нужном ремонте машины. Артель оказалась дружная и добросовестная. Как только хмель у людей прошел и вернулось понимание действительности, они опохмелились, принялись за дело и под неусыпным наблюдением Фирсича ремонт был окончен в обусловленный срок. Опять ведро водки, опять суточное повинность и Лермонтов уходил вверх, войдя в расписание и объявив это телеграммами по своим пристаням. На третий день пароход был в Саратове. Оставив нужные указания, Суланяев, свежий, подтянутый в белоснежном костюме, провожаемый взорами гуляющих по набережной нарядных женщин, отправился на квартиру Рыбьева, которого о дне прибытия предупредил телеграммой. Он дошел до Соборной улицы и скоро звонил у подъезда большого, богатого, безвкусно отделанного купеческого особняка. Ему открыла дверь хорошенькая со слегка взернутым носиком и озорными глазенками вертлявая горничная, давно знавшая красавца капитана. Он ласково взял ее за нежный подбородок и слегка потянул к себе. «Здравствуй, моя красавица», сказал он, целую ее в сочной влажной губке. «Как вы тут?» «Хорошо», протянула она, отвечая на поцелуй. «Хозяин отошел». «Малости отошли, Митрофан Сергеевич. А как приехали из Самары, ох, лютовали. Господни страсти, дом просто вымер, дышать боялись. Сейчас, значит, полегче стало», продолжал, да просто ланяя. «Помекшали. А как вашу телеграмму принесли и совсем отошли? Ругаются, но это для форсу. Довольно уж очень, что вы двенадцатый год обошли. на пароход придешь», лаская девушку, говорил Суланяев. «Когда прикажете, Митрофан Сергеевич, я всегда с большим моим удовольствием». Суланяев привлек ее к себе, обнял крепко и долго поцеловал в губы и, отрываясь тихо, сказал «Будет пока, а то захватит хозяин, попадет обоим на орехи». «Сам-то поди, пристает, а?» «Лезет, Митрофан Сергеевич, смущаясь», отвечала девушка. «Смотри, у меня озорница», ласково погрозил ей пальцем Суланяев. «Нет, Митрофан Сергеевич, не сумлевайтесь», краснее отвечала «там, мне кроме вас никого не надо». Затем она проводила капитана в дом, где в дверях своего кабинета его встретил Репьев. «Твое счастье, Митрофан Сергеевич, что отлегло у меня от сердца», говорил хозяин. «Если бы, тогда убил бы». И вдруг, непроизвольно распахнув руки, обнял крепко, расцеловал своего капитана. Суланяев верил в искренность пыльчевого старика и ответил ему не менее искренними объятиями. Репьев оставил его обедать, накормил, напоил, долго и подробно расспрашивал обо всех перипетиях Лермонтова. На пристань был послан человек с приказанием дежурному помощнику, чтобы пароход, несмотря на выход из расписания, ждал капитана. После обеда, длившегося часа три и бесконечных разговоров за кофе и коньяком в кабинете хозяина, Репьев поел Суланяеву на лихаче, на дутых шинах ужинать в коммерческое собрание, где Долгого хвалялся победой своего капитана перед купцами города, собиравшимися здесь обычно в это время. После ужина он отвез его на пристань, обошел весь пароход, благодарил команду, щедро дал наводку и когда Лермонтов Суланяевым на капитанском мостике отвалил от Царатова, долго стоял на носу в дебаркадере махал картузом до тех пор, пока пароход не скрылся за выступом казачьего острова. Прошло немало лет, капитаны мои давно уже простились с большими пассажирскими пароходами, уволенные хозяевами за рискованную лихость и отвагу. Азарнов капитанствовал на тщедушном пароходишке купца третьей линии, пригородной, совершавшем каждодневные рейсы в севую деревню вокруг Саратов. Суланяев служил капитаном на Афродите, городской переправе, и Покровском. И только Мещерский, года три пробивавшийся где-то на перебравах и верховьях Волги, был вдруг приглашен входившим тогда в севу молодым Оржановым капитаном на новый теплоход Цесаревич. Ранним воскресным утром Афродита вторым рейсом шла из Покровска в Саратов. День был праздничный и на пароходе был особенно многолюдно. Ехавшие были больше хохлы из Покровска из окрестных деревень, направляющиеся на городские базары, столь милое сердцу каждого истинно русского человека. Пассажиры, заполнявшие палубы, толпились в проходах, гудя, как взбудоражные улей. Поднявшееся солнце заливало яркими лучами широкую гладь, разлившаяся в половоде реки, покрытой зелеными лесами горы правого берега, спускавшегося в низину, в которой раскинулся красивый Примолжский город, сверкающий нарядными зданиями золотыми куполами церквей и колоколин. Белоснежная Афродита, надраенная и прибранная командой, выбралась из кручения любимого лодца в номе поганого продира, резко взяла право руля и направилась поперек реки к затопленному казачьему острову, разделяющему руслу на коренную Волгу и протекающую под Саратовом Тарханку. Сверху, самым фарватером, перерезая путь Афродита, на всех парах летел сверкающий в лучах солнца красавица Плоход Цесаревич. Стоявший на мостике переправа помощник капитана дернул звонок машинного отделения, снял с рупора пробку, услышал ответный голос машиниста, наклонился к рупору и отдал по указанию Солоняева команду. Вперед до полного! Есть до полного! долетел он до его слуха. Спустя мгновение пароход ровно вздрогнул, за кормой поднялся вал взмытой винтами воды, но судно чуть приподнялся, и по обеим сторонам его побежала разрезаемая на две тонкие спадающие стенки вода с белыми кружевными гребешками. Не обращая внимания на свистки идущего сверху Цесаревича и отмашку, говорящую о том, что переправа должна пропустить теплоход, Афродита ровно ласточкой чекнул под самым носом Цесаревича, за что стоявший на вахте помощник капитана и сидевший около рубки Солоняев тут же получили от Мещерского гневно и справедливый протест. Кто позволил Афродиту нарушать законы? Под суд хотите? раздался в рупор голос Мещерского. Услушав эту дерзость, Солоняев схватил рупор и Мещерский услышал насмешливый ответ Сафродита. А Цесаревич не знает, что должен уступать дорогу богиня? Скоро переправа подходила к затопленным гривам острова, а теплоход направился ниже к прорану, которым должен был выйти в Тарханку. Сбавив ход и шумя днищем поторчавшим из воды талом и верхушкам затопленных деревьев, Афродита медленно пробиралась вперед. Вот она прошла покрытой водой остров, пересекла Тарханку, и городская пристань уже бежала ей навстречу. Вызвав машинное отделение, вахтенный помощник сбавил ход до среднего. Перегнувшись через период, он посмотрел вниз на матросов, стоявших с мотками чалок в руках. Все было в порядке. А справа от Афродита на тихом ходу поднимался Цесаревич, направляясь к своему дебаркадеру выше пристани городской переправы, замедляя ход и пропуская отваливший от пристани пароход. Афродита совсем сбавил ход, корпус ее точно ослаб и лишь по инерции скользил вперед. Вот с носа следом из кормы взвелись чалки. Их подхватили на дебаркадере, в воду плюхнулись канаты и тут же выхваченные наверх и накинутые на причальные столбы. Левый назад, правый вперед, отдали команду на Афродита. Трави носовую. Пароход ударился бортом о кранце, покачнулся и стал отходить кормой в сторону. И тут же, вслед за толчком, где-то на нижней паубе раздался пронзительный крик женщины. Суланяев взглянул вниз и увидел сверточек в голубом одеяльце, упавшее между пароходом и пристанью и свешившуюся через период женщину, которую удерживали стоявшие вокруг нее люди. Мгновенно случившееся, Суланяев перекинулся через борт лобкими движениями сорвался по перегородкам и бросился в воду. Он чуть нырнул, схватил ребенка и тут же всплыл наверх. Ребенок не успел еще захлебнуться и как только был выхватен на поверхность, закричал. Ухватившись одной рукой за кранце, Суланяев подтянулся и передал ребенка матросу. Однако сам не удержался и опять погрузился в воду. В следующее мгновение он всплыл и вдруг увидел, что на него накапывается корма Афродита, подталкиваемая валом, поднятым цесаревичем. Во мгновение он понял, что для того, чтобы не быть раздабленным, он должен нырнуть и уйти ниже днища дебаркадера. Он бросился вниз, но было поздно. Корма Афродита нашла на дебаркадер, послушался стон человека и вода тут же окрасилась кровью. С Афродита раздался тревожный свисток и штурвально бросился на правый борт, отмахивая цесаревичу красным флагом. «Что у вас там?» раздался в рупор голос Мещерского. «Митрофан Сергеевич тонет!» крикнул штурвальный. И, кажется, прежде чем его крик долетел до теплохода, над переуме капитанского мостика взвелась высокая фигура Мещерского. И он, как был в своем белом китере, инулся в воду, тут же вынырнула, оставляя за собой покачивающуюся на волнах свою белую капитанскую фуражку сильными соженками бросил с Афродита. Через минуту другой он был на месте, где Суланяева уже искали несколько матросов. Мещерский нырнул раз, другой, увидел сносимое течением тело Суланяева, схватил его и вплыв с ним на поверхность. Ему тут же помогли матросы, и общими усилиями они вынесли на берег раздавленного капитана. Видя, что Суланяев подает признаки жизни, несколько человек бросили в город за врачом. Но врач, видимо, был уже не нужен. Дыхание несчастного с каждой минутой становилось все слабее и реже. Мещерский стоял перед ним на коленях, поддерживая его голову. «Сейчас будет доктор, все будет хорошо, Митроша, родной мой», успокаивал Мещерский, стирая струйку крови, стекавшую из уголка его рта. Умирающий открыл глаза и объем всех столкнувшихся вокруг стухающим взглядом. Затем закрыл их и пролежал так несколько минут. На его лбу собралась суровая складка морщин, точно говорящая о тяжелых мыслях, скопившихся в голове. Потом морщины разошлись, он снова открыл глаза и как бы в ответ Мещерскому едва слышно проговорил. «Доктор, видите, не надо, поздно». И, обведя взором стоявших рядом людей, сказал, «Попросите у всех от меня прощения». И немного погодя добавил, «А похороните меня на Волгу». Затем он с усилием поднял правую руку, сложил крест, поднес его к колбу, потом со слабым стоном к груди, к правому плечу, к левому, глубоко и трепетно вздохнул, и бессильно оставил руку со сложенным крестом на плече. И все было кончено. И незабываемой памятью почтили волжские люди своего капитана. Никто их не уговаривал, никто им не приказывал, никто их не убеждал, но они сами, как только в этот день какой-нибудь пароход прибывал в Саратов, и весть о гибели Солоняева доходила до команды, на мачте прибывшего судна поднимался приспущенный флаг, опоясанный черным крепом. И команды, точно по уговору, отказывались идти дальше до тех пор, пока тело любимого капитана не будет предано земле. Ни уговора, ни запугивания, ни посолу наградных не могли заставить их двинуться дальше. Люди не спорили, не возражали, не доказывали, а просто молчали, не отвечая ни слова на все уговоры. Наказ Солоняева похоронить его на Волге поставил его друзей в тупик. Саратовские кладбищи были расположены далеко от реки. Везти и хоронить его на чужой земле, где-либо в окрестных селах, кладбищи которых нередко лепились на самых обрывах к реке, было бы странно. Он родился и жил в Саратове. Люди долго мгомали головы, как выполнить последнюю волю капитана, и, наконец, Мещерский нашелся. Он предложил похоронить Солоняева над Затоном, на Соколовой горе, откуда открывается бит на беспредельной плес любимой реки. Просить разрешения в управе или полиции нечего, никто не позволит. А если заикнуться об этом, то и помешает. Поэтому давайте похороним его тайно. Вырыть его никто не посмеет, сказал он. Кое-кто попытался возражать, но большинство поддержал Мещерского. Тогда гроб спокойно отнесли в Духсошественскую церковь, предупредив Клир, что возьмут его рано утром на другой день. В ту же ночь Мещерский с несколькими товарищами на самом обрыве горы, глядевшие на десятки верст на Волгу вырыли могилу, а утром до восхода солнца под заунывный звон колоколов вынесли покойника из храма и отнесли к месту вечного упокоения. Старичок священник кадил над грубым почти потухшим кадилом и дрожащим или скучным голосом молился о блаженном успении и покое новоприставленного метрофания. Вечную память в приглушенные рыдания пели расстроенные голоса капитанов и матросов а затем началось мучительное до боли в сердце прощание когда люди отдавали последнее целование холодному застывшему лицу покойного. И вот уже зловещие стучали удары молотка послушался треск веревок опускавших гроб в могилу иголка ударили сокрышку первой коньей земли. А через несколько минут над свежей могилой возвышалась небольшая насыпь и выстроганный крест с белой дощечкой говорил, что здесь похоронен капитан Митрофан Сергеевич Суланяев. Тут же была поставлена простенькая ограда и венки из живых цветов почти скрыли и насыпь могилу и ограду и подножие креста. За Волгой вставало солнце и золотые лучи его заливали сверкающим светом бескрайнюю гладь реки и свежую могилу капитана. И оставляя последние поклоны люди тихо расходились. И в то утро Волга и каждый проходил через пролив между островами мимо могилы капитана. И свободно от вахты команда поднималась наверх и обнажив головы долго глядела на видневшийся на горе крест, а пароходы с приспущенными флагами оглашали берега печальными гудками. Недавно я слушал будто могилу Суланяева можно еще видеть в опутных Соколовой горы. Не знаю так ли это. Я не был в Саратове вот уже почти 60 лет. Первые минховские чтения завершены. Спасибо.